МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АМАН БЕНДА АБАКОВА КУАН ГАЛИЕВ ТИМУР ГАЙСЕЕВИЧ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть для того, чтобы студенты и наши сотрудники некуда не выезжали, не сидели в очередях в университете, создали такой уголок, чтобы и здесь они могут предоставлять и получать около 60 госуслуг в электронном виде с помощью одноразовых паролей и около 300 госуслуг по ЭЦП. То есть в рамках данной программы к нам приезжал представитель ЛЦОНа, который обучал нас, сотрудников университета, то есть имеется в виду, и мы с данного момента являемся тренерами, то есть проводим обучение как для сотрудников, так и для обучающихся. Наши студенты свободно получают такие государственные услуги в электронном виде, как начисление пенсионных, выплата, то есть выписку взять, справки с наркологической и психоневрологической организацией и так далее. То есть административные нарушения, налоговые какие-то минимальные, все услуги, которые предоставляются для физических лиц, они могут предоставляться и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Одна из них это спортивный клуб Сункар. Спорт-клуб Сункар создан для того, чтобы создавать максимальные условия для развития здорового образа жизни и спорта среди студентов. Система спорт-клуба рассчитана на то, что мы переходим на клубный принцип подготовки кадров или подготовки спортивного мастерства, когда студенты занимаются только в секциях и только в послеобеденное время, как и принято во всей Европе или Америке. Эта система нам позволяет студенту самому выбирать вид спорта, самому заниматься или здоровым образом жизни для себя или спортом и достигать больших результатов. Это позволило нам объединить ребят в сильные, слабые группы, где они по своим интересам занимаются или теннисом, или волейболом, футболом и так далее. И это дало свои правды. Мы перестали бегать за студентами, призывая их посещать занятия, когда они теперь сами ходят на спортивные секции и добиваются больших результатов. Вот сегодня, пожалуйста, увидели нашу Наргизу, наградную чемпионку. Это наш лидер, так сказать, тот самый студент, который сегодня показывает, что можно и учиться, и достигать высоких результатов. Второе, мы считаем, что у нас не только спорт для нас важен, но сегодня важен еще и культ знаний, для нас важна сегодня культура и общение. Поэтому библиотека, она должна работать по-новому, и вот сегодняшний коворкинг-центр библиотеки, это как раз та дань, та социальная возможность для студентов проявить себя с инновационной точки зрения, с наградностью, с получением дополнительных знаний, кроме своих собственных технологических знаний. Здесь они могут создавать идеи, здесь они могут общаться с людьми творчества, спорта или имеющих просто высокие достижения, даже с теми же нашими выпускниками. Вот это позволит, эта аура, созданная здесь в коворкинг-центре, должна дать свободу мысли каждому студенту, где он может уединиться или общаться, ну и творить, создавать. А я считаю, что все наши студенты талантливы и могут всегда достичь высоких результатов в жизни. Ну и последнее, то, что мы говорим, система автоматизации процессов в цифровой Казахстан позволяет нам сегодня в рамках Центра обслуживания студентов создавать еще и электронные услуги, когда автоматизация позволяет сэкономить нашим сотрудникам, преподавателям, студентам время и уметь пользоваться его услугами. И вот, пожалуйста, то, что создано при Центре обслуживания студентов, сегодня говорит о том, что можно никуда не ходить в одном месте, на своем рабочем месте, получать любые справки, любые информации, любые налоговые, что ли, разного рода, при заполнении деклараций, информацию, справки, которые дадут им возможность никуда не ходить, а в одном месте получить любые услуги. Ну а для того, чтобы мы сделали свой вклад для нашей страны, мы ввели в учебный процесс перечень дисциплин, обязательно изучение электронных услуг в рамках правительства для граждан, когда каждый студент первого курса обязательно изучает, потом, получая справки, показывает, что он владеет этой информацией. И таким образом, заканчивая, они становятся гражданами нашей страны, умеющей пользоваться или быть единой частической цифрового Казахстана. Продолжение следует...